Всем привет! Блин-блин-блин, я забыла снять вступительное слово, куда я поперлась и что я буду показывать. Поэтому я сейчас на парковке Гринвича вспомнила, давай быстрее записывать, пока не пошла. В общем, мне тут, во-первых, я очень соскучилась, очень-очень, и наконец-таки, вот, если хотя бы что-то показать, рассказывать-то можно бесконечно. Короче, мне тут в контакт пришло письмо типа, ой, нам понравился ваш образ, ваша внешность, хотим вас пригласить на час с этим, со стилистом в наш магазин, там, тыром-пыром, для вас это бесплатно. Мы вам даем этот сертификат, вот наша основная страница, на основную страницу этого магазина захожу, там, значит, это, не лично меня приглашают, там, видать, они магазин таким образом развивают, то есть можно, любой человек может оставить заявку на подбор одежды, там, со стилистом. Я им пишу, ладно, я согласна, мне сегодня как раз надо было к Брауде показать свои эти импланты, вот, и это, говорю, снимать можно, пишу, они говорят, да, мы не против. Я, значит, тут уговорила сначала девушку, сына, но вроде как и сына подболтала, они должны подъехать меня снять. То есть все это не реклама, ничего, просто чисто поржем посмотрим, чисто по вас поразвлекать, чтобы, ну, что-то новое опять в контенте было. То есть не отнеситесь, пожалуйста, мне из этого магазина нафиг ничего не нужно, как вы понимаете, вот, ну, я так посмотрела его, мне вообще ничего не нужно. Ну, суть, то есть это будет чисто развлекательная съемка, чтобы у нас с вами был какой-то более-менее разнообразный контент. Все, сейчас я поднимусь, их дождусь и будем снимать. Походила, ну, видите, этот магазин, куда я иду, тут надо купить бесплатный подбор коварзов с стилистом. Ну, то есть все не мое, сейчас дети подъедут, и мы пойдем. В общем, пока мои дети не подъехали, первое, что я попросила, ну, то есть я положилась на выбор стилистов, потому что мне ничего не надо выполнить. Это платье комбинация. Дальше не могу это идти, оставить. Но у меня в него не влезла грудь, хотя у меня самые маленькие импланты. То есть показать, как красиво лежит вырез, у меня вряд ли получится. Ну, в принципе, а здесь оно мне везде нормально. Я всегда думала, что под него, конечно, ни колготки, ни трусы не надо надевать, но что уж тут поделать, что не надо раздеваться до конца. Вот. Длину. Сейчас столик отодвину совсем-совсем. Может, вы длину сможете увидеть его. В общем, оказывается, даже на нас, немножко разжиревшим, они смотрятся великолепно. Я себе давно хотела попробовать, не купить даже, носить все равно некуда. А попробовать, слушайте, ну, на летах прям фантастика. Оказывается, они реально хороши. Ну, вот эти сборочки, ну, я бы просто. Я вот в таком ходила, без сборочки. Но очень даже ничего. Сейчас ждем, когда девушка подойдет. Ну, мне пришлось кнопку от палки. Куда-то ушла, так я и не поняла. Ну, в общем, она говорила, что вот эту рубашку она принесла к этому платью. То есть, говорит, вы наденете, а я потом надену. Ну, я вам покажу, как ее сделать. Ну, я... Кстати, рубашка хорошая. Видите, какая тоненькая. И такая ткань шелковистая чуть-чуть. Вискоза хлопок. Дорогая! То есть, порценту речи не ведет. Около рублей девяти стоит. Ну, я вот так пока сделала. На прохладные летние вечера. Правда, ходить некуда. Сейчас посмотрим, как стилист сделает. Стилист мой кем-то другим занялся хотя бы на неделю. Вон, ценник. Сколько? Реально-то. Да, девять двести. Хоть кофе дали. Завтра буду рассказывать про эти, про все свои новые средства для волос. Есть одно прям супер-мега открытие от моего парикмахера. Я сейчас получу. Попробую. Вот, главное, вот, если вы сейчас запомните вот этот свет, это, надеюсь, меня избавит теперь от покрасок и многих вас на интригу делаю на долгий-долгий срок. Вот сейчас, заметьте, это после него, а завтра я вам покажу второе применение. И посмотрим. Ну, думаю, освещение будет разное, волосы при разных. Но главное, обратите внимание, вот так вот, если совсем яркий реминесцентный свет не делаю, эти корней не видно. Я очень не хочу краситься. Вообще, краска лежит, все лежит, но не хочу. Ладно, кофе пока попьем, подожду. Другую рубашку застегнула асимметрично. Типа, вот так, ну, снять. Я сейчас немножко подзадохнусь в платье, конечно. Сейчас что-нибудь другое будем мерить. Но вариант вот такой. Кстати, у рубашки нормальные обычные длинные рукава. То есть она абсолютно классическая. Рукава мне сделали так. А настежка? Да. Тут надели на меня зубку-грюки. Колготки черные. Они, в общем, вот это брючин, вот это юбчин, вот эта часть, это от них, это не мои трусы. Дальше идут мои колготы. Сзади юбчин. Дальше показываем. Ну, короче говоря, если что, они мне, конечно, длинноватые и за каблук зацепляются. Тяжело показывать. Вот. И вот так, если идешь, то у тебя прям вот все открыто. Жемпер стильный графа Дракула заправили вот так. Здесь надели резинки отдельно. Что? Берите на заметку. Денежная резинка и рукава лежат вот так. Надеюсь, можно переодеваться. У тебя и сзади в зеркале отлично видно. А? То есть ты можешь смотреть в зеркало и там будет вообще прекрасно видно. Да, я знаю, что в зеркало вообще шикарно получается. Ну, куда бы в таком полите, кому бы отдаться, кому бы продаться. Я стою у ресторана, замуж Козна, сдохнет. Сейчас будет другой у нас. И как бы больше ничего не принесли. Тут только летний комплект. Так как пока делать больше нечего, я сейчас летний комплект. Короче, это брюки по моему запросу. Они мне показались на ощупь даже... Чуть громче, чуть меня. Они... А, 50 хлопок, полиэстер и вискоза. Ну вот на лето... Это брюки я почему задираю, что они с высоченной талией. Вот у меня ребра заканчивают. Нет, это даже не заканчиваются. В общем, они совсем подрёблены, поддали. Ну, кстати, тоже интересно смотрится. Ни разу такой высоты не носила. А майка к ним была принесена вот такая. Ну, я не знаю, куда я ее... И к ним, кстати, была к этому комплекту другой стилист принесла. Вот такая рубашка. Вот рубашка хороша. То есть, если бы они не стоили по 10 тысяч, я бы завела бы обязательно. Да, Наташа? 9200. Вот брюки суважкой, еще даже ничего. Так, мне что тут... А, мне топ принесли. Вы заняли этот топ. Место было надеть топ и заправить его на заправе. Ну, я, конечно, в жизни так не пойду, потому что мне предложили мотку. И с заправленным топом. Ну, как вы видите, с заправленным топом. Юпка, кстати, довольно плотная. И по виду она... А, она и плотная, и с подкладом. Причем это все... Ну, такое... Синтетический трикотаж. И все равно исподняется. И единственная перед ней. Одеть, да? И мне сказали бы, ее бунди. Еще раз. Ой. Так, это ничего, что вот из юбки видно прямо? Топ? Весь топ? Нет, ничего страшного. Кто мы сейчас? Болельщики какого-то? Баскетбольного или... Спартак, Спартак, все нормально. Точно. А, так, чемпион. Черт. Все, вы не орите. Это вот. А, чтобы майка не торчала, надо ее побольше. И обязательно пояснить. Даже если у него нет. Ну, и куча жемчугов. Это у меня у бабушки... А, у бабушки. Как раз вот такая лента жемчугов осталась. Я подумал, хорошо буду смотреть. Кстати, халаты все мои. К моим халатам очень подойдут нынче жемчугов. Эти бюлки еще выше. Они прям вот до самых-самых широких лепер доходят. Короче, я рассказала надеть эти бюлки. Желтую топку. И... С пиджаком. К образу улыбки не хватает. К образу улыбки не хватает. Попробуй улыбниться. Да, намного лучше. Ну, к этому образу. Мы же сейчас название этому образу будили. Ну, тише. Ну, тише и на камеру, да? Этот образ называется у нас... У нас в лагере справляют високосные, а мне еще четыре високосных. И я готова. Ну, я готова. Ну, правда, еще Владислав с Натали сказали, что есть еще девочка в полосатой пижаме. Ну, шикардосы, что сказать, шикардосы. Молодцы, подлинцы. Ну, ощущение, что где-то это все своровало. По размеру. Ну, я тут педрячок немножко подвернулся. Зато так голда-то смотрится. Ну, как же без леони под наше время. Я не больше страсти. Ты дикая кошка. Я когда увидела, что еще и дает мертвых, я уже не удержалась. Жалко, что не лоси. А так было бы жаси. Страсти. Кошатин. И вот такие ушки. Ну что, давно не видели бабу на части? Вот, пожалуйста. Помните, как мы раньше у всех были эти бабы на чай? А знаешь, что мне напоминает? Че? Вот у нас у взвода ремень должен быть либо под курткой, либо на куртке. И ровно на пупке, да, вот так же. Пупок у меня вот здесь. Да, и какой взвод, как определиться, в общем-то, и не из нашего. У нас на куртке должен был быть. Но пупок, если что, вот здесь, вот чуть-чуть не... Ну, слушайте, ну что, можно обогревать чайники теперь? Спасибо. 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 Спасибо.